Владислав Титов Родился Владислав Андреевич в деревне Калиновка Добринского района Липецкой области 10 ноября 1934 года. Стремления и жажда Владислава к знаниям были непреодолимы. Хоть школа и находилась в нескольких километрах от Калиновки, это не стало для Титова помехой. Не останавливали его ни холод, ни война. Владислав Андреевич был физически сильным и развитым не по годам юношей. И после окончания средней школы Титов поступает в Луганское горное училище. Тогда и рождается его любовь к городу. Здесь он открывает для себя профессию шахтера, находит друзей, знакомится со своей будущей женой Ритой Петровной. По достижению призывного возраста она провожает его в армию. Будучи солдатом, Титов пишет письма любимой, скучает по Луганску. Пока Титов служит, горное училище из Луганска переводят в город Боково-Антрацит. Вернувшись из армии, он снова вынужден расстаться с Ритой. И только письма становятся связующей ниточкой между Боково и Луганском. Работая над дипломом, Владислав Андреевич делает предложение Рите. Окончив училище, переезжает в Донецкую область, в шахтерский поселок Северный, где он работает на шахте, получает квартиру и молодая семья начинает строить новую жизнь. В апреле 1960 года на шахте происходит трагедия, которая навсегда разделила жизнь семьи Титовых на до и после. Он шел, чтобы сдать смену своему товарищу. И вдруг увидел, что в шахте произошла авария. Варгонетка, груженная углем, сошлась рельсия, его повредила кабель. Произошло короткое замыкание, по кабелю потянулся струйка огня, которая с считанной секунды могла подойти к трансформатору. Горный мастер Владислав Киту знал, что нужно делать, отключить трансформатор. Причем сделать это нужно было в считанные секунды. Но он не знал, что в это время были на трансформаторе оголены провода. Взявшись за ручку, получил удар токов 6000 вольт. Но здесь произошло чудо. Он остается жив, приходит в сознание и увидел, что в шахте есть открытый огонь. И он падает на него своим телом и тушит его. Его находят шахтеры. Надежда на то, чтобы этот человек был жив, конечно, ни у кого не было. Когда подняли его тело, услышали чуть слышное пить. И тогда быстро поднимают его на гора, перевозят в областную поселковую больницу, где врачи оказали ему первую помощь. Все время в больнице рядом с Владиславом жена, которая окружает его заботой. Получив электрические и термические ожоги всего тела, на руках начинается гангрена, и врачи вынуждены их ампутировать. После выписки из больницы Владислав Андреевич решает переехать. Ему невыносимо слышать гудки шахты, видеть, как люди идут на работу, и семья Титовых переезжает в Луганск на постоянное место жительства. Сначала они живут с мамой Риты, она живет в однокомнатной квартире, и кроме Титовых с ней проживают брат и сестра Риты. Тогда молодая семья снимает небольшой домик на улице Ленина, здесь у них рождается дочка Танечка. Владислав Андреевич, молодой 25-летний мужчина, остается в четырех стенах совершенно без дела, что для него неприемлемо. А вокруг кипит жизнь, люди бесконечно спешат по своим делам, у каждого свои заботы, цели и стремления. Тогда на помощь мужу приходит Рита Петровна. Она вспоминает о давней любви Владислава к чтению и помогает ему с библиотекой. Покупает, берет у соседей книги, выписывает различную периодику. Читает, и Тов переосмысливает всю свою жизнь, прежнюю и нынешнюю. Тогда он задумывается о том, что сам хотел бы что-то написать, выразить свои эмоции, но как это сделать, не имея рук. Я часто с острой завистью смотрел на иных парней с полным, как я сейчас говорю, комплектов рук и ног. А среди них попадались и пьяницы, и тунеядцы. И вот тогда мне впервые вспомнилось древнее русское изречение, что имеем не храним, потерявши плачем. «Не буду кривить душой», – бывало и плакал, – говорил Титов. Так как Рита Петровна не всегда могла быть рядом с мужем, ему приходилось приспособиться самому переворачивать страницы книг. Он делал это губами. Но однажды, читая старую засаленную библиотечную книгу, Владислав не мог сделать это привычным для себя способом. Тогда он взял карандаш в рот и постарался перевернуть страницу. Карандаш оставил на бумаге след. Так и приходит идея попробовать писать. Далее следует обучение письму, на которое пошел почти год. Сначала в тетради в косую линию Владислав Андреевич рисует вертикальные палочки, крючочки. Позже на чистый лист бумаги ложатся буквы, слова, предложения. За последнее время Титов часто задумывался о том, почему же Рита не оставила его. Зачем ей, 20-летней девушке, возиться с инвалидом? Тогда он решает написать о своей жене очерк. А получается целая биографическая повесть, которую писатель редактирует 13 раз и называет ее всем смертям назло. После чего отсылает ее в Добринскую районную газету. Его землякам повесть приходится по душе, а из многих других изданий повесть возвращают. Тогда друг Владислава Тарас Рыба советует ему отправить рукопись в популярный в то время журнал «Юность», который издавал произведения начинающих писателей и поэтов. Должность главного редактора журнала занимал известный писатель Борис Николаевич Полевой, с которым позже у Титова завязалась крепкая дружба. В «Юности» повесть попадает в отдел, где работает с молодыми авторами. Начальник отдела Изидор Григорьевич Винокуров. Он первым прочел эту повесть в «Юности» и отдает Полевому на подпись. Полевой вначале не соглашается. Говорит, ну посмотрите, рукопись довольно странная, она потерта, она побывала в нескольких издательствах, ибо там стояли штампы, написана каким-то неровным почерком. Но Винокуров настаивает, говорит, ну вы прочтите. Хоть одну главу, хоть несколько страниц, не понравится, вернем автору и мы. И Полевой прочел эту повесть на одном дыхании, вечером уже придя домой, и решил ее напечатать. В 1967 год «Юность» начинает с повести неизвестного писателя Владислава Титова «Всем смертям на зло», которую размещают на третьей странице. У читателей повесть имеет огромный успех. Люди берут у знакомых номер журнала «Юность», в библиотеках очередь на него расписана на месяцы вперед. На гонорар за повесть писателя приглашают в Москву. Там Владислав Андреевич и Рита Петровна знакомятся с Полевым и многими другими интересными людьми, которые дальше поддерживают дружеские отношения с Титовыми. Позже по многочисленным просьбам читателей выходит книга «Всем смертям на зло». Владислав Андреевич не хотел оставаться автором одного произведения и продолжил работу над другими. Тогда у него уже была печатная машинка. Всего он написал 14 произведений. Это «Раненый чибис», «Ковыль», «Трава степная», «Жизнь», «Прожить» и другие. Но часто работу над новыми произведениями прерывали звонки. Телефон в квартире Титовых не умолкал. Звонили друзья, коллеги, читатели. Каждый хотел поговорить о произведениях, выразить свои впечатления и задать интересующие вопросы. Также на адрес читателя приходило огромное количество писем. Их писали даже в редакцию журнала «Юность» с подписью Владиславу Титову. По своей душевной простоте и открытости Владислав Андреевич был очень хорошим другом. К нему всегда тянулись люди. Всегда в квартире Титовых было много гостей. Приходили в гости к автору целыми классами школьники, шахтеры бригадами, студенты группами. И сам Титов часто бывал на встречах с читателями. Из разных уголков Союза слали ему подарки, зачастую сделанные своими руками. Титов был лауреатом множества наград и премий. Награжден Орденом Дружбы Народов, Знаком Почета, нагрудным знаком шахтерской славы двух степеней. В 1981 году получил государственную премию имени Тараса Григорьевича Шевченко. За пьесу по повести «Всем смертям на зло», поставленную Луганским музыкально-драматическим театром, писатель получил Республиканскую комсомольскую премию имени Островского. В 1987 году писатель скончался. Похоронен он на городском кладбище на Острой могиле. После смерти писателя по инициативе его друзей и коллег, улица 13-я линия была переименована в улицу имени Владислава Титова. Позже был основан и музей писателя, который находится по адресу квартал Гаевого, 18, квартира 62. Музей Владислава Титова находится в обыкновенной однокомнатной квартире. Здесь сохранились его личные вещи, предметы быта. Именно здесь он создавал произведения, которые так полюбились многим поколениям читателей. Все, кто приходит в музей Титова, не остаются равнодушными. Многие из тех, кто пришли, оставляют в книге отзывы музея свои записи. Взять ручку в руки и написать отзыв о прочитанном, увиденном или услышанном. Сколько раз я делала это? Множество. А вот после посещения музея-квартиры писателя Владислава Андреевича Титова делаю это по-особенному. Во время экскурсии в голове крутится только одно слово – удивительно. Удивительный человек, удивительный талант, удивительная сила воли, удивительная судьба. И еще мне стыдно, стыдно, что я попал в музей Титова только сейчас, когда возникла необходимость больше узнать о Титове. Друг Титова говорил о нем так – жизнь, судьба лишила его целого ряда мирских радостей. Но он сполна восполнил их счастьем человеческого общения, ни с чем не сравнимым богатством, дружбой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова